друзья всем привет сегодня снимем видео про первый этап постановки подачи значит в целом можно характеризовать как передачу поступательного движения мячу вперед или другие с вами в общем подать надо плоскую подачу значит сначала показываю а потом объясняю какая поэтапно за что каждый этап отвечает и как потом она может вы доизвиняться может не все скажу потому что много нюансов значит показываю мы становимся вот так сначала животом берем хваточку промежуточную на одну грань поворачиваем делаем замах подброс . удар и вот так выглядит подача еще раз значит соединяю руки ставлю замах по кругу делаю подброс . удар там я подошел надо перебрасывать не удобно значит раз-два подброс . да это первый этап подачи теперь по этап нашел ну что зачем мы делаем значит соединяем руки значит хват хватка молоточек это финиш у нас она отвечает больше за вращение ты сама хват хотя при ней тоже можно плоско подать сам охватка молоток отвечает за вращением мы пока плоско смотрим это проще это делает все с первого занятия то есть мы поворачиваем на одну грань сюда раз значит по хватками определились теперь значит финальная стойка будет у меня боком вот так значит она тоже направлена там на определенные вещи в следующих видео скажу сейчас проще стать вот так животом чтобы я сделал вперед вот такую передачу просто плоско ткнул мяч значит это в целом значит это стойка хватка теперь должен соединить руки руки очень важно соединять соединение рук останется до конца всей подачи как бы она не менялась эта точка как бы синхронизм с нее уже идет полная синхрон идет то есть руки соединяем то есть ну она через мяч соединяется то есть вот так раз или там два но пока у нас это следующее замах по кругу замах по кругу это самый натуральный замах чтобы разогнать руку то есть вокруг точки идет он замах массы вот это естественно надо будет еще плечо повернуть ну в общем пока только кружочек у нас следующий вариант это сначала мы выставляем замах это важно лучше поэтапно делать потому что может пойти в бок перенапрягать плечо и так далее поэтому для начинающих сначала одно действие потом второе и третье и того по замах замах идет до момента сгиба руки вот эта позиция тоже очень важно значит она отвечает за ударную составляющую разгиб руки само по себе это ускорение то есть вы можете прямой рукой или малосогнутой сыграть но это будет больше массы играть надо включить разгиб руки важно это очень важно поэтому с проверяем чтобы удар начинался согнутого положения да то есть может быть даже так вы сгибали руку подбросили вы сначала выпрямили и потом массой бьете нет должна быть и разгиб и массой удар значит после положения того как вы сделали согнули руку где выполняется подброс можно одной рукой для начала в целом можно сразу телом пальчик мячик держится пальчиками так лучше чувствовать значит и вот так прямой рукой просто подброс значит подбрасываем и выполняем бьем в точку удара как бы разгиб руки и массой тела мы играем вперед про про точку удара следующем видео на этом все на сегодня всем спасибо до новых встреч